Картриджи для Famicom бывают совершенно разными. Жёлтыми, чёрными, синими и зелёными. Внутри них могут быть специальные чипы, батарейки и другие дополнительные элементы. Но гораздо интереснее, что игры для Famicom бывают ещё такими, такими, такими и даже такими. Как вы видите, сторонние компании не раз обращались к Nintendo с идеями для расширения функционала Famicom, изобретая собственные адаптеры и создавая для этих адаптеров собственные носители. Среди подобных есть ещё одна связка адаптера и картриджей для Famicom, которые являются наиболее редкими для этой системы. Представьте, что вы вписываете название игры в строке поиска YouTube и не находите ни обзоров, ни записи геймплея, ни даже саундтрека. Ничего. Этой игры нет в тематических списках, нет на сайтах с дампами, она будто вычеркнута из игровой истории. И только несколько фотографий свидетельствуют о том, что Konami Cuta Adapter и семь игр для него действительно существуют. И благодаря вашей поддержке одна из них уже в моей коллекции. А значит, теперь кое-что изменится. Несколько месяцев назад я увлёкся коллекционированием аксессуаров для Famicom. И в какой-то момент мне попалась вот такая книга, которая сильно упростила мне задачу. В ней собраны все игры для этой системы, а также большинство аксессуаров. И именно так я узнал о существовании некоего Cuta Adapter от Konami. И вы знаете, о нём действительно крайне мало информации в сети, особенно вне японских сайтов. Известно лишь, что это некая система для обучающих программ, и совершенно неясно, для чего вообще понадобилось делать отдельный адаптер. И на какое-то время я даже забыл обо всём этом, пока на популярном японском аукционе Yahoo мне не попался один из картриджей для такого адаптера. И я подумал, что здорово было бы получить такой в коллекцию, но платить 70 тысяч йен за картридж, который я без адаптера даже и проверить-то не смогу. Да я бы просто не потянул такое. Продавец сообщал, что он как-то купил его в одном из магазинов Токио, где его заверили, что картридж рабочий. Но он так и не смог этого проверить, потому что адаптера у него тоже не было. Так эта мистическая игра и лежала на аукционе около трёх месяцев. Никто её не выкупал, а продавец всё продолжал и продолжал обновлять лот по истечении каждой следующей недели. Всё изменилось, когда мой подписчик на Patreon Юра, живущий в Японии, посоветовал мне помимо Yahoo также искать игры и аксессуары на интернет-барахолке Mercari. И я начал перебирать в строке поиска то, что мне в тот момент было наиболее интересно, ни на что особо не надеясь. И я просто не поверил своим глазам. На одной барахолке лежит картридж, на другой адаптер. Оба не проверены продавцами. Я понятия не имею, будут ли они работать. Почти весь игровой мир не в курсе, что вообще внутри них находится. И всё это дело обойдётся мне в красивую сумму в 99999 йен. Плюс доставка по Японии до посредника, плюс доставка из Японии в Россию. На таможне я ещё доплачивал. И здесь я снова благодарен вам, моим зрителям. Потому что когда я рассказал об этой ситуации на стриме, именно вы поверили мне и поддержали. Спасибо. Во время ожидания, пока адаптер и картридж доедут ко мне по почте, я принялся изучать всё, что можно найти о них на японских сайтах. Поначалу было известно о шести картриджах для кьюта-адаптера. Это обучающие математические игры Space School для 4-го, 5-го и 6-го классов средней школы. Каждый такой курс разделён на два картриджа. Konami производила их совместно с Tokyo Books и крупной японской телерадиокомпанией NHK, у которой также было и есть множество образовательных проектов. Упаковывалось это дело в большие и красивые коробки. Внутри были буклеты, и в таком виде обучающие программы поступали в школы. Адаптеры по 10 тысяч йен, картриджи по 18 тысяч йен. Купить кьюта-адаптер и картриджи в обычных магазинах было невозможно. Отсюда и такая редкость. В 2008 году на Kotaku появилась новость о седьмом, наиболее редком картридже «Простейшая физика и наука об опасных материалах» 1990 года выпуска. Он также известен под названием Space College. Аукцион на японском Яху завершился на сумме 401 тысяча 10 йен. Этот картридж Konami создали для нефтяной компании Edemitsu Kosan, как обучающий инструмент для её сотрудников. И пока мы не можем исключать вероятность того, что существует он в единственном экземпляре. Игровое сообщество до сих пор не обладает ни одним работающим дампом ни одной из семи игр для кьюта-адаптера, не имеет в распоряжении ни одного скана инструкции, и даже видеогеймплея мне найти так и не удалось. К счастью, мои адаптер и картридж оказались исправными, и мы постарались выжать из этого максимум. Кьюта-адаптер выполнен из светлого серого пластика. Спереди крупное лого Konami и наклейка с предостережением. Перед тем, как вставить или вытащить картридж, удалите адаптер из консоли. Картриджи для кьюта-адаптера выполнены из тёмно-серого пластика. Наклейка почти квадратная. В верхней части логотипы NHK и Konami. Famicom CAI означает Computer Assisted Instruction. По сути, компьютерная обучающая программа. В розовом овале написано «Средняя школа, математика, пятый класс, часть первая». Ещё ниже произведено в 1989 году. Патент принадлежит Konami. В самой нижней части наклейки две графы. Номер ученика и имя. К ним мы вернёмся позже. Оформление боковых и задних частей очень похоже между собой. Ещё одно лого Konami и похожие наклейки с технической информацией. Не подвергать высокой температуре, не трогать контакты и так далее. В качестве крепления используются знаменитые Nintendo винты. Четыре в адаптере, три в картриджах. Один находится под наклейкой. Также здесь мы видим год выпуска кьюта-адаптера. И это тоже 89-й. Super Famicom появится на японском рынке уже на следующий год. Неожиданностью для меня стало то, что картридж оказался абсолютно такой же по ширине, как и стандартный Famicom-овский. Но размер контактной платы у них, конечно же, разный. Как мы знаем, стандартный картридж для Famicom имеет 60 контактов, то есть 30 с каждой стороны. А картридж для кьюта-адаптера ограничивается лишь 40 контактами. По 20 с каждой стороны платы. Это разъём адаптера под картридж. Вот так выглядит вся конструкция в сборе на разных моделях Famicom. Первым делом после запуска Space School проверяет чипы памяти. Затем мы попадаем на стартовый экран. И ещё через несколько секунд начинается заставка с сочным звуковым сопровождением от Konami. Сотрудники компании придумали простую сюжетную завязку, чтобы учиться было интереснее. Человечество вышло в открытый космос и вошло в контакт с инопланетянами. Выяснилось, что Вселенная находится под контролем Тёмного Союза. Избавиться от него и достичь идеального будущего можно только с ростом, а и силой детей. Видимо, силы интеллекта. Кнопка старт отправляет ученика в меню выбора чего-то вроде солнечных систем. На самом деле это темы для изучения. Первая называется «Целые и дробные». В каждой системе находятся две или три планеты с подтемами. Самый первый урок рассказывает о том, как устроена целая и дробная части числа. Например, 35,08 — это 10 умножить на 3 плюс 1 умножить на 5 плюс 0,1 умножить на 0 плюс 0,01 умножить на 8. Ученик должен давать ответы, записывая решения символами, разделёнными на четыре категории. Цифры, величины и математические действия, английский и японский алфавит со своими подкатегориями. Присутствуют и Хирогана, и Катакана. В Space School огромное количество символов. Также иногда дают возможность пообщаться с учителем и другими учениками-инопланетянами. Таким образом, в каждом примере игрок должен изучить тему и решить одну задачу, подробно показанную на экране, а затем обратиться к сопровождающим материалам и уже давать только ответы с указанных на экране страниц. Остальные уроки расскажут о том, как вычисляются объёмы фигур, как осуществляется дробное умножение и дробное деление чисел, как строится треугольник и четырёхугольник, больше о символах и выражениях, как вычислить площадь прямоугольника и треугольника, а также о приёмах умножения целых чисел. Обратите внимание, какие сложные по меркам NES и Famicom графические конструкции может рисовать Space School. Чтобы заметить это, не обязательно глубоко разбираться в возможностях железа этих систем. После всех планет в каждой категории предлагается пройти тест также из сопроводительных материалов, и программа покажет, какие ответы оказались верными и вычислит общий балл. После прохождения всех уроков начинается заставка, в которой главный злодей из Тёмного Союза недоволен успехами учеников, но всё ещё не сдаётся. Есть ли и другие варианты этой заставки, мне неизвестно, потому что без сопроводительных материалов достичь хороших результатов, как вы понимаете, практически невозможно. В последней локации находится общий экзамен, но в него меня не пускают. Или для этого нужны хорошие результаты выполнения уроков, или эта часть недоступна ученикам и это делается как-то иначе. У меня других идей нет. Ещё больше подробностей для меня раскрыла книга, которая называется «Не для продажи». Она рассказывает о редких играх для японских приставок, которые не продавались в магазинах. Чтобы ускорить подготовку этого ролика, я купил цифровую версию, но бумажная копия успела доехать до начала съёмок. Полноценное обучение действительно невозможно без книги с задачами и тестами, которой комплектовался каждый картридж. Вот она. Также в Space School, похоже, была система, которая подразумевала отправку картриджей с результатами в некую NHK Academy для их анализа. Несмотря на то, что Space School — это большая серия обучающих программ, а не привычные для нас игры, мне кажется, что энтузиастам ретро-гейминга было бы интересно изучить это всё подробнее. И, возможно, все вместе мы бы узнали об этой серии гораздо больше, чем мне это удалось в одиночку. А то, что этот кусочек истории Famicom до сих пор остаётся недоступным широкой общественности, как мне кажется, несправедливо, что ли. И не успел я начать поиски решения этой проблемы, как человек, способный мне помочь, обратился ко мне сам. Знакомьтесь, это Санчес. Возможно, вы уже слышали о нём. Санчес сдампил множество редких, в основном пиратских игр для NES и Famicom, написал несколько мапперов, которые используются в эмуляторе FCE Ultra, иногда занимается ром-хакингом, возвращая в игры то, что из них вырезали разработчики. Также он ищет скрытые читы в играх, делает это на уровне программного кода, и иногда участвует в других тематических проектах. Например, именно он занимался восстановлением работы найденного прототипа SimCity для NES. Об этом проекте я вам уже рассказывал. Как оказалось, эмулировать Space School Санчес пытался ещё десяток лет назад. У него даже есть несколько присланных дампов. Но без игр и кьюта адаптера на руках добиться правильного отображения графики в Space School на эмуляторе не получалось. Первым делом я попросил его рассказать о том, как происходит дампинг неизвестных картриджей. Своё лицо Санчес на всякий случай попросил скрыть. Процесс дампинга — это очень просто. Это перенос содержимого картриджа на компьютер. Чтобы сделать дамп, вам понадобится специальное устройство, которое вы можете купить где угодно. Вставляем картридж. Нажимаем «Питание». Запускаем программу. Девайс готов. Волшебная команда. Всё. Сохраняем файл. Открывается файл любым эмулятором. Вуаля! На самом деле, на самом деле, всё гораздо сложнее. Просто так вставить картриджи с помощью одной команды сделать рабочий дамп получается не всегда. Это для картриджей совсем известными. Играми всё уже давно придумано. Мапперы написаны, и любой дампер без дополнительных усилий может с ними справиться. Но бывают случаи, когда это просто невозможно. И таких случаев много. Если мы находим неизвестный нам и устройству картридж, то сдампить его так просто уже нельзя. Здесь требуется поработать руками, и подобный реверс-инжиниринг — это уже задача для ром-хакера. Это получается чёрный ящик, которым надо подать сигнал и считать с него ответ. И на основе этого ответа мы можем узнать, что у него находится внутри. Соответственно, делается это всё как кто делает. Кто делает руками, кто делает железными способом. Там осциллограф он тыкает, что-то ещё. Вот я делаю вот этой штукой. То есть здесь у меня терминал. Терминал отправляет команды на картридж. Картридж отвечает. Я принимаю сигнал и узнаю, что в нём происходит. То есть если в нём какие-то есть команды неизвестные, можно их считать. Со Space School основной, конечно же, трудностью было то, что нельзя достать картридж. Снять основной дамп как бы с ПЗУ несложно. Программу сохранили, графику сохранили. Графика вот такая. То есть это ничего нам не дало. А вот видишь, вторая часть. Что-то есть. Смотрим, что это такое. Вот это обычно АЗУ. То есть когда вот такая фигня на экране, значит это оперативная память. Значит в неё просто записываются какие-то графика. Вот иероглифы. Вот они. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Как бы уже интересно. Значит программа нам гораздо более интереснее, потому что мы по программе можем определить, что вообще программа должна делать. Вот, смотри. Вот заголовочек основного файлика. Он есть. Вот это вот. Вот и шсса пятый хи. Значит это у нас пятая математика, высокий уровень. Жопка файла есть. Значит можно будет это запустить сейчас на эмуляторе просто так. Вот посмотреть, что она будет делать в самом-самом начале. Запускаем. Естественно, она ничего не показывает. Она не может так работать. Сбрасываем до состояния запуска. И пошли дебагить. Дебажить. Вот смотри. Сразу первые три записи. DA00, D700. Это вот как раз тот самый маппер, который надо преверсить. То есть никто про него ничего не знает. Как он работает, никто не знает. Вот эти вот DA, D7, D6, D9. Это его внутренние регистры. Соответственно, нужно разобраться, как они работают. И что они вообще означают. Значит у меня есть такая штучка, называется опрос состояния картриджа. Значит если что-то изменяется, красный выделяется. Если не изменяется, остается зеленым. Значит если изменяется, но другое, вернее уже было, то будет сиреневым. Пишем команду 02. Сокрая проверяем состояние. Смотри. Поменялось. M, V и небольшой банкик в начале. Но это скорее всего просто побочный эффект. Там может быть ничего. Опять же, это с одного команды нельзя понять, что происходит. Вот я сейчас точно вижу, что происходит. Например, если я напишу обратно 0. Так. ВС, ДА00. Напишу не 2, а 0 обратно. Да? Состояние там, где не изменилось. Изменилось, смотри. Только в одном месте. Маленькая красная тыпферка, видишь? Вот. М3 было. Стало М5. Я сейчас в процессе уже нашел несколько регистров, которые позволят мне потом написать маппер, который будет запускать эту игру на эмуляторе. В этом видео у меня нет цели научить вас дампингу во всех деталях. Я лишь хочу показать, какая работа стояла за тем, чтобы запустить Space School на эмуляторе. Своим долгим жизненным циклом NES и Famicom обязаны тому, что разработчики постоянно расширяли возможности картриджей, добавляя к ним новые компоненты. Все эти чипы на картриджах по сути расширяют возможности игровой консоли, являясь как бы её продолжением. Они позволяют запускать игры, которые просто не заработали бы на этих системах из коробки. Такие чипы могут влиять на графическую часть игры, музыку или позволять запуск более объёмных игр, чем это было задумано изначально. Таким образом, маппер для эмулятора — это код, объясняющий, как ему работать с той или иной игрой. Так, как это бы делали чипы на картридже. Кстати, о чипах. На моём картридже со Space School находятся два чипа с кодом самой игры по 256 килобайт каждый. Выше вы можете заметить посадочное место для третьего такого чипа. Также здесь оперативная память с введёнными данными ученика, его имя, пройденный тест и всё такое прочее. Чип питания батарейки и сама батарейка. Здесь всё довольно просто. Но в данном случае у нас помимо картриджа ещё и адаптер со своими особенностями. Он здесь и является продолжением железа Famicom, расширяющим возможности консоли. На адаптере располагаются ОЗУ — оперативная память для отображения расширенной графики, видео ПЗУ с графикой шрифтов для символов, программная ПЗУ с системными библиотеками и два чипа по 8 килобайт дополнительной оперативной памяти — основная и графическая. Но самым интересным для нас является чип Konami VRC5. Он управляет всеми перечисленными микросхемами на адаптере, переключает банки памяти, оперирует таблицей символов и графикой. Все эти компоненты вместе и есть недостающий эмулятору-маппер, с помощью которого мы сможем запустить Space School и любые другие возможные игры для кьюта-адаптера. Интересно, что мапперы Konami VRC1, 2, 3, 4, 6 и 7 нас энтузиастам давно известны, и именно пятый больше никогда и нигде не попадался. С расширенным выводом графики всё более-менее понятно, так как подобным образом устроен всем известный маппер MMC5 от Nintendo. На нём работает Castlevania III, например. Таким образом, этот картридж может выводить больше, чем 256 разных тайлов на один экран. Здесь то же самое используется для вывода текста и прочих символов поверх общей картинки. А вот таблица символов на кьюта-адаптере и то, как с ней работает картридж, это нечто уникальное для Famicom и NES игр. И в первую очередь необходимо снять дамп этой таблицы, и сделать это можно только имея на руках адаптер и любой картридж для него. Программа отправляет букву адаптеру, адаптер отвечает кодом символа. Для вывода всей таблицы на экран Санчес написал отдельный скрипт. Это первый блок. Вот второй блок закончился, пошёл третий блок. Таких блоков 256. Это чистая голая таблица, просто в каждый байт, в каждую подачу получается какой-то каждый ответ. На каждый байт каждый ответ. То есть это полная-полная таблица, которая возможна. С помощью неё работает картридж, только он с помощью неё выводит на экран вообще весь текст. Любой текст, но выводит на экран только с помощью такой таблицы. Без картриджа ты знать её не можешь. И таким образом, 256 блоков по 256 ответов, получается 64 килобайта данных. По-хорошему, конечно, можно было вот так, как есть, их запихать в эмулятор, эти 64 килобайта. И работал бы он себе и работал, пофигу. Но, если посмотреть повнимательнее, есть некая регулярность в этой таблице. Не все байты, как бы, ну, какие-то случайные. Вот, пожалуйста, вот расписана вся эта регулярность, вся эта таблица. Вот её краткий вариант, а вот её финальный вариант укороченный. Вот вся эта таблица, 65 килобайт, 64, вместилась в 32 байта. Вот только вот этой вот таблице в 32 байта принципиально не хватало для того, чтобы конкретно, полноценно заэмулировать всю игру. Так и был написан новый маппер, который Санчес уже добавил в последнюю версию эмулятора FCE Ultra. И теперь он может отображать всю графику игр для кьюта адаптера Konami должным образом. В моём картридже уже были записаны данные ученика, который мы, кстати, не знаем, как стереть оттуда, кроме как удалив батарейку. Но теперь, если полученный чистый ROM мы запустим на эмуляторе, то мы сможем больше узнать о том, что видел ученик при первом запуске. При первом запуске Space School ученик должен ввести номер студента из девяти цифр, иначе дальше вы не продвинетесь. Пока мы знаем, что для любого картриджа срабатывает номер 012-0000-000. Далее нужно выбрать мальчика или девочку, подтвердить выбор и ввести своё имя длиной до пяти символов. Только потом вы попадаете в главное меню. На моём картридже ученика звали Рис Кун. Именно в эти два поля на обложке картриджа и должны были быть заранее вписаны номер ученика и его имя. Но предыдущие владельцы этого не сделали. Помните, я упомянул, что у Санчеза уже были дампы нескольких игр, которые ему прислали давным-давно, но тогда с эмуляцией ничего не вышло. Среди них оказались два картриджа Space School для шестого класса, первая и вторая часть. И вы не поверите, та самая Space College. Простейшая физика и наука об опасных материалах, которая всего однажды всплывала на японском аукционе и ушла более чем за 400 тысяч йен. В ней своя сюжетная линия, своя музыка, свои персонажи и собственная структура задач для игрока. И теперь всё это вы можете изучить сами. Я знаю, что хардкорные коллекционеры, обладающие столь редкими картриджами для Famicom, могут остаться крайне недовольными. Ведь коллекционная ценность не сдампленных игр, игр, в которые могут поиграть только они, а не кто угодно, скачав ром из интернета, всегда гораздо выше. Но, по моему мнению, игровая история должна быть доступна каждому. Ссылки на последнюю версию FCE Ultra и ромы этих четырёх игр для ознакомления вы найдёте в описании этого видео. А игровому сообществу остаётся найти и сдампить ещё три недостающих картриджа для Konami Qtta Adapter и отсканировать сопроводительные материалы, прилагавшиеся ко всем семи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok